Партии приходят к власти, давайте послушаем. Я вас уверяю, что наши враги уже терпят оглушительное поражение и скоро будут умолять нас о прощении. Европейские власти уже начинают жесткую миграционную политику. Томсо, я тебя смотрю уже как спокойной ночи, малыши, чтобы уснуть без твоих эфиров, бессонница уже. Ну ты опять без футболки Сандэй. Как без футболки Сандэй? Ты что? Ты, может быть, в записи что-то смотришь? Я в футболке Сандэй. По-моему, он пишет тебе в чат, а смотрит твое видео Сандэй. А смотрит прежний эфир. Блин, извини, когда писал комментарий, в этот момент надпись Сандэй не видно было. Трансляция была узкой тысячей извинений. Как говорил твой друг Шевченко, если в чем-то неправ, готов дать заднего. Все. Самое главное, чтобы мы были готовы признать свои ошибки. А, я вот что хотел вам еще показать. Как вы знаете, сейчас в Европе становится популярным такое правое мнение, правые силы политические. Они приходят к власти в различных странах. И, ну, все, в больших и больших странах одерживают победу на выборах именно такие правосторонние партии. И это произошло в Словакии. Это произошло сейчас в Нидерландах буквально вот на днях. Это произошло в Швеции. И, в общем, есть, если мы здесь в целом, наверное, по этому поводу нам радоваться не приходится, потому что риторика этих правых политических партий, она в основном такая популистическая, она антимигрантская, она антиисламская. Они в основном на такой волне приходят к власти. И придя к власти на этой волне, они продолжают, естественно, гнуть именно эту линию. Например, в Швеции сейчас новый лидер этой партии начал говорить про то, что нужно сносить мечети, убирать минореты, что якобы это место, где исламистская идеология распространяется и так далее. Или, например, пришедший к власти сейчас этот лидер в Нидерландах сразу стал говорить о том, что нужно закрывать границы, нужно ужесточать мигрантский контроль. И всегда под мигрантами, под всем этим соусом, конечно, подразумеваются в основном мусульмане. Ну и, естественно, нам как бы радоваться такому не приходится, но есть кое-кто в России, кто очень радуется. Они, с одной стороны, борются с нацизмом, национализмом в Украине, а с другой стороны, очень радуются, когда этот же национализм приходит к власти в европейских странах. Так вот, это, конечно, я сейчас говорю про и официальную власть России, и, конечно же, кадыревскую пропаганду. Чингиз Ахмадов, директор ЧГТРК «Грязный», тут на днях опубликовал видео, в котором он не скрывает свои радости по поводу того, что эти правые партии приходят к власти. Давайте послушаем. Я вас уверяю, что наши враги уже терпят оглушительное поражение и скоро будут умолять нас о прощении. Европейские власти уже начинают жесткую миграционную политику, поднимают головы националистические партии Европы, и гнев своих граждан они направляют против мигрантов. В этой ситуации, к сожалению, пострадают и обычные чеченцы, живущие в Европе, и в первую очередь они пострадают из-за действий евро-ичкирицев. Но у наших братьев-чеченцев есть возможность приехать домой, а у евро-ичкирицев нет. У евро-ичкирицев есть только шансы на депортацию в Россию, и они этого очень боятся. У них есть очень хорошие шансы на это. И поверьте, они сполна вкусят плоды своей деятельности. Ну, не скрывает радости, говорит, что их нас, то есть непростых иммигрантов, под непростыми, он подразумевает, что есть вот просто обычные там чеченцы, у которых нет каких-то проблем реального преследования, им переживать не о чем. А те, кого мы реально преследуем, и которые нашли убежище там, в этих странах, их ждет депортация, он говорит, и здесь. То есть он даже не скрывает, что мы их очень ждем, и когда их депортируют сюда к нам, они здесь ответят за все. Я думаю, здесь мне не нужно какие-то свои комментарии к этому делать. Достаточно просто это показать, и люди сами сделают свои выводы. Единственное, что я скажу, я не знаю, какова будет там дальнейшее, каково будет будущее в Европе, что реально ждет ли в целом Европу какой-то крен в правую сторону, или это все-таки как-то стабилизируется, в общем, что произойдет, мы не знаем. И мы не знаем, на самом деле, какая судьба ждет нас, ждет ли нас реально там кого-то из нас, может быть, депортация и так далее. Все возможно, никто не может там от подобных вещей зарекаться. Но пока что все, что здесь происходит, это все остается в рамках какого-то правового процесса. Не исключено, конечно, что в дальнейшем там может все как-то измениться, но пока все в рамках правового процесса. И пока нам доступны методы борьбы за себя, за своих близких, за людей, нуждающихся в том, чтобы им было предоставлено убежище. Пока нам доступны вот эти вот правовые механизмы, пока не происходит беспредел. Как, например, во Франции, к сожалению, во Франции происходит беспредел, когда людей просто вне всяких правовых норм просто берут и депортируют. Как, например, в случае с Гадаевым. Пока вот в целом Европе, в других странах, есть возможность правовым образом бороться, здесь эта борьба будет продолжаться. Но если придет такой момент, что начнет происходить беспредел, и правовые механизмы работать перестанут, вот тогда уже, конечно, нужно будет реально думать, что делать. То есть, где искать то место, где работают правовые механизмы. Скоро Полина Жеребцова выставит всех чеченцев за фашистов с ее лживым дневником о геноциде русских в Чечне. Я думаю, вот эта тема геноцида русских в Чечне, она уже настолько заезжена, мы уже столько раз это опровергли, над этим посмеялись, постебались, поприкалывались. Снова и снова об этом говорить даже, честно говоря, неинтересно. Все-таки есть правило, утверждающие, что-то должен предъявлять доказательства. Если геноцид был, то нужно предъявить доказательства. Массовые захоронения должны быть где-то, должны быть задокументированы факты убийства массового по этническому признаку. Это очень странно, знаете, когда мы знаем зафиксированные случаи геноцидов из каких-то, я не знаю, 19 веков. В 20 веке вообще все это документировалось. А тут получается, что на рубеже 20-21 веков, то есть в 90-е годы... Даже мы помним это время. В сердце Европы чуть, ну, на стыке Европы и Азии происходит геноцид русского населения, и это никак нигде не документируется, об этом только кто-то что-то там говорит в своих блогах. И постоянно сидеть это, опровергать, честно говоря, уже как-то неинтересно. Поэтому пусть доказывают.